Всем привет, друзья! Вы на канале Сельчанка в Америке. Заехали мы на ферму, где продается или растет чеснок. Я хочу спросить, есть ли у них чеснок, чтобы для посадки посадить. Ждем. Уже все расспросили. Я не снимаю, потому что это... Ну, не хотят же люди, чтобы их снимали. То она говорит, уже распродан чеснок тот, что сажать на зиму. Но он большой у нее, какой-то сорт хороший. А еще у нее есть другой сорт, тот поменьше. То сейчас она принесет нам, покажет. И я посмотрю, какой. И 20 долларов за паунд, она сказала. То, не знаю, буду покупать или нет. Сначала посмотрю, потому что она говорит, он маленький. А у меня нету, как-то я в этом году не сажала такой. Только весной посадила на лето, такой маленький был, то хочу купить. Как красиво здесь. Они так от дороги живут, немножко так проехать. И над трассой стоит такой значок, что чеснок продается. И это мы решили заехать. Сейчас она нам приготовит, потому что он у нее не готов. Я говорю, что надо почистить его. Все. Я говорю, я сама почищу. Я же его буду сажать в землю. Она говорит, ну, мне нужно проверить, чтобы он не был порчен, ничего там, не гнилой, никакой. Это, говорит, займет у меня 5 минут. Так что мы подождем. И я себе посажу чесночка. А даст Бог на следующий год, то я уже буду знать, что нужно заранее приезжать и покупать такой, чтобы был побольше, конечно. Ну, и этот нормальный. Мы любим, я его сажаю, чтобы, когда он такой молоденький, знаете, хорошенький, такой свежий еще, летом, то он полезный тогда очень. То я бы так хотела здесь походить, посмотреть, как они его сажают. Все такое. Вот там поля вижу. А еще она говорила, что у нее есть, видимо, может быть, магазин у нее есть или какой-то ларечек. Продает она здесь сушеный чеснок, уже такой, приправы такие, чеснок с солью, чеснок с горчицей. Еще там какие, просто пудра с чеснока. Так что, вот так. Очень нравится место такое, видите, вообще нету соседей. Красиво. Купили вот такой мы чесночок. Будем сажать, вот. Ну, не такой большой, потому что уже тут большой продали. Она говорит, что это надо в джунь, джулай к ним приезжать и заказывать заранее. Вот здесь один паунд. Вот, уже намусорила. И сейчас покажу вот дорожку. Это их дома, вот так. Да, далеко от дороги, от трассы, это очень классно. Вот, они сами это все уже прочищают себе зимой снег. Ну, у них есть трактор такой и все. Яблоко. Да, яблоки. Они твердые, куры наши не хотят таких есть. Едем уже домой. Спрашивали мы в этой женщине, сколько они сажают чеснока. Она сказала, 5 акров. Представляете, я перевела, то это 2 гектара. Они сажают чеснока. У них есть в центре, в городе есть магазин, где они продают. Всегда там покупают, говорит. И дома она тоже продает. И уже на следующей неделе будут сажать, запланировали они, уже будут сажать чеснок. Потому что я спрашиваю, ну можно уже садить, как бы думаю, как они здесь, как она скажет. Она говорит, да, уже можно. И мы планируем на следующей неделе уже сажать. Так что я тоже уже буду. Ну, сегодня нету, завтра тоже нет. Если где-то все будет хорошо, то с недели, с понедельника где-то там буду тоже заниматься чесночком. Посажу, пускай будет. Хоть небольшой, но ничего. Молоденький он всегда вкусненький. Большой или маленький всегда вкусный. Приехала уже я домой. И вот смотрю, какой чесночок. Не такой уж он и маленький, нормальный, смотрите. Вот, ну и этих два, вот, то эти как бы поменьше такие. Еще эти нужно разделить. Так что посажу, посмотрим, так пахнет вкусно. Я думаю, будет достаточно мне где-то рядочка 2-3 там. Посмотрим, какой он вырастет. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем пока-пока. 20 долларов вот за это я заплатила. Пахнет. 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 Пахнет.